Сейчас новая фраза, почему вы разговариваете на нашем языке. Русский язык не принадлежит русской власти. Это язык, на котором я говорю всю свою жизнь. Мы все работали в России. И все лучше, на мой взгляд, лучший продукт, который создавался в России, он создавался украинцами, режиссерами, хореографами, танцорами, артистами. Кстати, вот недавно была история, когда Потапа и его партнершу закидали какими-то сельскость продуктами и освистали за исполнение на русском языке. Вы можете себе представить ситуацию, что где-нибудь в России музыкантов за то, что они поют на украинском языке, подвергли бы, я не знаю, какому-то астракизму? Почему такая разница к подходам? Чем вы себе можете это объяснить? Потому что вопрос языка, он болезненный на Украине, и он стратегически важный вопрос. Вопрос языка на Украине – это вопрос существования Украины как государства вообще. Это кто-то понимает, кто-то не понимает, а какие-то люди, какие-то силы на этом зарабатывают политические дивиденды. И вот такие акции, как забрасывание яйцами кого-то, культурных деятелей, либо политических – это все равно политическая провокация, и какая-то власть себе какие-то там очочки куда-то записывает, либо какое-то формирование. И значит, у них какой-то стратегический план, потому что когда это происходит, всегда есть кто это сделал. Но слава богу, не у нас это происходит страшные вещи, я быстро напомню и забудем. Это теракты, и всегда есть производитель теракта. То есть это страшная раскрутка. Но тут более мягкая история, это кто-то раскручивается, безусловно. Мы живем в таком мире. А Потап и Настя, я их прекрасно знаю. Люди популярные во всем СНГ, но они любят Украину, они действительно патриоты. Все любят Украину. Да, они хорошие люди. Но могли бы в Тернополе спеть на украинском языке. Или, по крайней мере, я знаю… А у них есть репертуар на английском? Нет, но могли бы напрячься. Потому что я знаю даже русских исполнителей, которые приезжают на Украину. Они там хотя бы одну песню поют. Даже и Киркоров пел, и Кобзон. Они на украинском языке поют. Кобзон сам Бог велел. Ну да, и сразу всем приятно. И, естественно, людям это очень нравится, потому что это дань уважения. А если исполнитель приезжает в украиноязычный город и не поет на местном языке, то он рискует получить вот такие штуки, дивиденды. Потому что оно, как бы, надо учитывать настроение народа. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.